Приветствую вас! Я полностью согласен с Борисом Джонсоном, нашим таким Борисом, Борисом, что если бы президентом Украины не был Зеленский, мы проиграли. Однозначно. Если президентом был бы Порошенко, уже был бы Минск 4-5. Или вообще, скажем, во главе Украины был бы Янукович, или Медведчук, или еще кто-то. Это однозначно. Если президентом была Тимошенко, как хотел Путин, Путин же очень хотел, чтобы Тимошенко была, то же самое. То есть она поддала и Крым, и Донбасс, и все сразу, и сказала все это хорошо, замечательно и тому подобное. А Зеленский нет. Зеленский действительно. Обращаю ваше внимание, что даже когда уже было понятно, что Зеленский выиграет, в Кремле были уверены, что никогда не выиграет. Серьезно. Я даже диссерировался очень, знаете, приближенным к императору, ближе к Якубам. Да нет, ну они исходили с какой точки зрения? В России молодежь не голосует. Да, в России там, чтобы правильно понять, ну там вообще подтасовка голосования, но реальные, когда смотрят, там молодежь 1-2 процента голосует. Основная масса не голосует. Пенсионеры в России голосуют, пенсионеры, да, такие. Ну, по этой причине, когда в Украине показывали вопросы, и в всех вопросах показывалось, что очень много молодых людей из-за Зеленского. В ней российский Лизович, еще раз говорю, он довольно-таки маститый политолог, который действительно входит в руководство Кремля. Он действительно доказывал, что нет, молодежь никогда не ходит, ну, проводил примеры, цифры, не спорю. На Порошенко не ходили, на Януковича не ходили, даже на Ющенко не ходили. Действительно, молодежь, как правило, пассивная. Они выступают, но когда идут выборы, ну, они всегда заняты. А тут все сработало не так. Это был шок, серьезно, вы даже не представляете. Когда объявили, что, ну вот, когда прошел первый тур, и стало понятно, что, скорее всего, Зеленский станет президентом, вы даже не представьте, какой был развал полнейший в Кремле и, ну, скажем так, среди российских пропагандистов. Полнейший. Они толком не знали даже, что и как. И постоянно задавали, как это может быть. Да нет, это не может. Тимошенко должна быть. Тимошенко. Тут нет Зеленского. Да, да. Вы, наверное, догадываетесь, что, когда Зеленский стал президентом, ну, Путина были гамцы и не одни, которые предлагали, ну, некий компромисс. Было было. Да, этот компромисс предполагал сдачу Крыма и сдачу Донбасса сразу. Можно по-разному там ведь его трактовать, но он предполагал. Зеленский отказал. И это одна из причин, почему Кремле приняли решение. Мы должны поменять эту власть. Поставим Януковича, а то он наведет порядок. Промахнулись. Бывает. Аж я их предупреждал тогда. Ребята, ничего с ним получится. Украина, это не Россия. Если вы думаете, что в вашей России... Вот в России, да, на сегодняшний момент люди обожают хранить Путина. Ну, не знаю, я сколько был в России, но раз 10 Путина хранили. Ну, то есть, умер. Да нет, жаль, 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 жаль. Как только сообщают, что у него плохо со здоровьем, народ весь аж обсуждает. Я говорю, помрет Путин, три баяна формут на похоронах. Три баяна. Такой восторг. А в Украине, наоборот. Действительно, поддержка зрительства просто колоссальная. Учитесь. Вот, значит, настоящая Украина и убогая Россия. Ну, че, снесем этот фашистский режим Путина. Будет демократическая Россия и будет всем России замечательно. Так что, за демократической Россией. А пока что, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова